Здравствуйте, Николай Вячеславович! Незаметно пролетел год, и вы вновь отмечаете свой профессиональный праздник – День сотрудников органов следствия Российской Федерации. В этот день вы не только поздравляете коллег с профессиональным праздником, но и подводите итоги работы за шесть месяцев. Вот скажите, с какими результатами вы подошли к этому дню? Сколько преступлений удалось раскрыть? Здравствуйте! Спасибо большое за внимание к работе нашей организации. Действительно, 25 числа все следователи страны отмечают День работников следственных органов. Мы, как подразделение, в котором только следователи, считаем своим настоящим профессиональным праздником и, конечно, готовы отчитаться о проделанной нами работе. Ситуация в республике в настоящее время является стабильной, относительно стабильной по целым, по совершаемым преступлениям. Это связано с тем, что республика относительно анклавна, большое значение имеет мнение и значение старейшин, религиозные общины. Поэтому мы видим примерно равную, примерно ровную преступность по республике на протяжении многих лет. Николай Вячеславович, хотелось бы остановиться на конкретных преступлениях, в том числе резонансных, которые, может быть, даже шокировали нашу республику. Сейчас, наверное, разговор пойдет о преступлении, которое было совершено не так давно, в апреле в Карачаевске, когда 16-летний местный житель совершил убийство, да, можно сказать, над малолетней девочкой. Вот скажите, уже на сегодняшний день можно говорить о том, что его подтолкнуло на столь жестокое преступление? Был ли он вменяемым? Да, на данный момент проведена психолог-психиатрическая экспертиза в отношении него. Он признан абсолютно вменяемым. Вот. И подтолкнуло его к этому, ну, говоря бытовым языком, похоть. Вот. А похоть и желание насиловать, управлять конкретным человеком, да, который слабее его, который меньше его, и который не может ему оказать сопротивление. Он к этому преступлению долго и старательно готовился. В двери подъезда установлен камень был, который просто ее придерживал, чтобы она не закрывалась, да, Вот. Как многие делают. За месяц до этого он заходил в подъезд с девушкой из этого подъезда. Он взял этот камень, держал его в руке, вот. Но то ли испугался, то ли пожалел ее. И не стал. За две недели до этого он взял этот камень, зашел за девушкой, взял этот камень, положил его к себе в карман, поднялся с ней до лестничной клетки. И пока ждал лифт, он просто не смог вытащить этот камень из кармана. Он оказался слишком большим. Вот. Он его тягал, но не смог вытащить. И из-за этого девушка осталась жива. Она зашла в лифт, нажала кнопку этажа и уехала. И только третьей девочке не повезло. Был использован тот же камень, та же схема. Все то же самое. Но ей не повезло. Он достал камень, оглушил ее, затащил к себе в квартиру. После этого совершил с ней такие ужасные действия, которые, я думаю, что не стоит широкой аудитории распространять. Было ли у него какое-то, может, поведение? Ну, не совсем, как бы он вел себя адекватно. В этих ситуациях, особенно когда обвиняемый является несовершеннолетний, изучается полностью его личная жизнь. Изучается его социум, его друзья, его семья. Обязательно обследование жилищных условий. Ничего указывающего на то, что человек был одержим такой идеей, в ходе следствия не установлено. Был изучен его телефон. Было установлено, что неоднократно он заходил на разные сайты, пропагандирующие насилие в разных форумах. И, вот, то есть он этим интересовался. Но внешне это никак у него не проявлялось. А был ли он под воздействием, может, наркотических средств? Нет. И какой срок грозит этому молодому человеку? Ему 16 лет. Что бы он ни совершил, более 10 лет получить не может. Так звучит закон. Скажите, вот все же, как обезопасить своих детей? Как их оградить от этих преступников? Скажите, может, должна быть работа дома, вестись с детьми? Это комплексная, очень сложная проблема. С учетом развития интернета, она становится еще более сложной. Во-первых, конечно, надо контролировать и понимать, чем дети занимаются в интернете. Очень много детей, даже идешь на улице, видишь, идут с телефоном в соцсетях, с кем они общаются. Кто их собеседник, к чему он их склоняет, мы не знаем. Я в качестве примера приведу у себя, у меня, у 10-летней дочери, стоит ограничение на интернет, только на то, что ей нужно. Час в день она может провести в интернете, в телефоне. А после этого, если она захочет там уже воспользоваться WhatsApp или еще чем-то, у нее не получится. Есть сейчас разные способы обеспечения безопасности физические. Есть тревожные кнопки, когда у ребенка в кармане брелок, и в опасный момент он может нажать на этот брелок и вызвать помощь. Либо родителям, это по телефону передаться, либо в специальные органы. Мне кажется, здесь присутствует еще один момент. На мой взгляд, в нашем обществе появляется все больше психически неуравновешенных людей, которые живут рядом с нами. Мне кажется, это тоже имеет место в совершении преступлений. Вы знаете, я не читал статистики по этому поводу и каких-то исследований. Но, следуя логике, наверное, можно сделать такие предположения. Вот мы упомянули там педофилию, там какие-то негативные вещи в интернете. Они раньше были недоступны. Теперь есть интернет, они нашли тематический сайт, там 100 человек, которые занимаются тем же самым, имеют те же проблемы. И они себя накачивают и раскручивают по этому поводу. И они уже не чувствуют себя изгоями. Хотелось бы еще узнать об одном преступлении, это убийство двух братьев в Верхней Тиберде. На какой стадии расследования и можно ли сегодня говорить открыто, кто стоит за этим преступлением? Убийца установлен. Это их дядя родной. Он длительное время имел с ними конфликт. У них был долгий длительный конфликт. Они не нашли общего языка. Общего языка, кто, кому, почему должен отдать денег. И конфликт стал нарастать. Они смеялись над ним, и денег возвращать ему за лошадь не собирались. Это ему эмоциональную какую-то вспышку дало. Он взял у брата родного ружье, поехал, встретил их, и обоих убил из этого ружья. Сбежал, некоторое время прятался, потом, видимо, совесть взыграла у него, и он сам пришел к пророкотным органам. Ну, и особо и бежать ему некуда было, потому что это такой семейный момент. Сейчас лето, и все больше туристов прибывает в Карачаево-Черкесию. Вот как сделать их отдых безопасным? Не только, наверное, для туристов, а также и для местных жителей. Здесь можно зимой покататься на лыжах, и летом тоже разнообразный досуг для людей организован, различного рода развлечения. Я сейчас говорю о рафтинге, очень популярный, можно сказать, вид спорта. И недавно произошел случай, также печальный, погибла наша местная жительница. Вот что известно на сегодняшний день, кто понесет наказание и установлен ли этот человек, который предоставлял подобного рода услуги? Это большая-большая проблема для, наверное, всех регионов, где представлен туризм. Туризм, причем экстремальный туризм. И это же у нас каждый год происходит. Вы вспомните, и в прошлом году то же самое было, и в позапрошлом то же самое было. Конечно, установлен человек, которым это не их рафты, вот, установлен человек, который эти рафты им дал в прокат, да, он наемный работник. Там обсуждается вопрос сейчас его руководителя, его хозяина, то есть он не хозяин сам всего этого, а он как управляющий. Вот, он будет привлечен к уголовной ответственности, он повлечет уголовную ответственность, да, но человека-то от этого не вернешь. И здесь, конечно, должна быть большая работа, наверное, и по линии СМИ, и по линии госорганов, да, по популяризации, разъяснении туризма цивилизованного. Он может быть экстремальный, но он должен быть цивилизованный. И в продолжении туризма, вот совсем недавно мы узнаем, что мы, оказывается, передвигались на неисправных канатных дорогах в Донбайе. Целая система канатных дорог есть в Донбайе, в Архызе. Вот, они принадлежат разным собственникам. Они несут ответственность, в том числе, да, за то, чтобы это было, чтобы это соответствовало законным каким-то требованиям, нормам и правилам. В рамках прокурорской проверки была изучена работа канатных дорог Донбая, и установлено, что все мыслимые и немыслимые нормы безопасности там нарушены. То есть, то, что там никто не погиб, ничего не оборвалось, и никто не умер, это только благодаря тому, что вовремя это выявили. Поэтому сейчас эти дороги остановлены. Идет суд, который запретит их использование вообще навсегда. И у нас находится уголовное дело по 238, потому что эти люди умышлены на протяжении длительного времени подвергали опасности жизни многих людей. Но можно сказать, что не все дороги там, да? Нет, конечно. Есть современные, мощные, центральные дороги. Как обезопасить нашу телефонных машинников? Были такие случаи, что якобы даже представляются вами, вам звонит Николай Щепкин, и они верят этим мошенникам, да? И зачастую переводят немалые суммы денег. Вы знаете, у меня создается иногда впечатление, что это, что те, кто это делают, те, кто звонят, они проходят какую-то специальную психологическую подготовку. Потому что взять и убедить человека совершить ряд, не просто вынуть из кармана деньги, да, или из кошелька, а ряд действий совершить, потратить на это, может быть, даже не один день, и отправить их куда-то. Это, ну, какое-то просто удивительно для меня. Каждый день по всем экранам телевизоров, по всем, мы у себя публикуем, по всем соцсетям объявляется. Никогда банковский сотрудник не звонит по таким вопросам. Банковский сотрудник может позвонить по трем вопросам. Не хотите ли вы новую кредитную карту? Не хотите ли вы получить у нас кредит на такую сумму? И не хотите ли вы поменять ваш там старый тариф на новый тариф? Вот больше ничего. Никаких вопросов они больше не задают. Это что касается банковских работников. Что касается сотрудников правоохранительных органов. Моя фамилия находится на сайте. Там есть телефон приемный моей. Вот. Через компьютерную подмену номера делают звонок из моей приемной. И представляется, мой голос знаете вы. Знаете, здесь присутствующие другие не знают мой голос. Вот. Я не позвоню и начальник отдела не позвонит. И следователь не позвонит с такими вопросами. Скажите, вам лично когда-нибудь звонили телефонные мошенники? Не так давно мне звонили на городской здесь. Рыдающая девушка. Пап, ты только не переживай. Я попала в аварию там то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Я говорю, девушка, вот, моя дочка, ей 10 лет, да, и она не знает моего городского телефона. У нее есть мой мобильный. Вот. Вы больше мне ничего не хотите сказать. И она бросила трубку. Николай Вячеславович и традиционно поздравление коллегам в профессиональный праздник. Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, днем работников следственных органов. Все знают, что эта работа требует много сил, энергии, самоотречения. Я рад и горд, что работаю в коллективе следственного управления по Карачаево-Черкесской республике. Поэтому каждого из сотрудников я хочу поздравить с этим нашим праздником. Пожелать крепкого здоровья, домашнего очага, добра, благополучия, достатка и, конечно же, здорового карьерного роста. Николай Вячеславович, мы в свою очередь также поздравляем лично вас и ваш профессиональный коллектив с праздником. Желаем вам больших успехов в столь непростой работе на благо нашей республики, на благо всей России. Спасибо вам за интервью. Редактор субтитров